Всем огромный привет! Куда идем мы с тобой? Непонятно, да, куда идем? Восемь за отблоком. Отблок надо, да, купить. Здесь у нас четыре лапа. Туда идем, да? Четыре лапа. У нас тепло, хорошо. Пойдем, может, тут еще кроссовки есть, тебе посмотрим. Ну, чуть-чуть гигантская куласть. Да? Посмотрим, где кроссовки. Да. В общем, мы гуляем, шляемся. Забрала его в 12 часов дня, сегодня пятница. И мы с ним вдвоем тусим. Да? Четыре лапы. Вот там дальше нет. Ну, пока с ними не хватит. Четыре лапы. Я сама-то ужасно не люблю. Потому что там продают все для четырех лап. У кого четыре лапы. У кого-то, у кого-то, у кого-то, у кого-то, у кого-то, у кого-то. У кого-то, у кого-то, у кого-то. В каре пойдем, кроссовки посмотрим. Что даже игрушки всякие продают. Да? Одежда. Нет, наверное, для взрослых. Нам надо для деток. Это вообще женские. Нам нужно, наверное, вот сюда. Вот. А, это девчачьи. Девчачьи. С этой стороны женские для взрослых. Вот сюда нам надо. Вон там мальчишечи дальше. Идем. Вон там, прямо. Ой, сейчас мама тоже себе кроссовки захочет. Как всегда. Вот. Я сниму, да? Да. Оторвам вирочку. Померили, побольше размер возьму. Да? Не вылезает. Красавчик. Нормально? Ну, когда я иногда хожу, у меня вот тут иногда так вот делается. И будет. Ну, пройдись еще туда. Кроссовки примеряем. Да? Нормально? Преста. Маме не надо кроссовки, на самом деле. Мама и так полна у всяких. Мамы серые, у нас в нем. Да. Прикольные всякие, беленькие. Сорковой. Сорковой. У нас размерчик. Мамы, смотри, плохие. Угу. Тридцать девять. Подойдите. О, как, типа, как у тебя были. Да? Да. 1700 беленькие. Такое. Мама, можешь это взять? Ага, с сердечками. Много тут всего. Рюкзачки прикольные. Вот эти. Они тканевые. А может, что ли, рюкзачок? Рюкзачок. Смотри, какой. Нет, кстати, прикольный рюкзачок. Это, это, девчачий или? Девчачий. Может, что ли, рюкзачок? 2400. 2400. Тридцать хочешь купить тебе? Ну так-то, если уж по чесноку, то маме не надо. Маме, я-то, 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 я-то. Купили кроссовки. Красавчик. Ну, уже это не сегмент. Повели, да, и дали нам вот такой подарок, касатку. Повелись на акцию. И маме дали бонус. Да, мне дали еще бонус. Да, вам покажи. Повелись на акцию. Ключик такой. Взяли три пары кроссовок. Там ключик. Одна ша, подарок вот эта. Там ключик. Ой, маме дали? Да, маме ключик дали. В школу идем на старшеньки. Вот такой вот. Ключик. Да. В общем, на акцию повелась. Ну, купила мужу и Леве еще. Я сразу, я сразу чуть касатку не потеряла. Угу. К маршу готовятся, маршируют старшеклассники на поле. Ну, к 9 мая, наверное, будут маршировать. Ой, я чуть не упала. Аккуратно. Да. Главное, девочки, обратите внимание. Видите, куртка черная с зеленым. Кроссовка такая же. Кроссовки, точнее, такие же. Я люблю зеленый. Да, видите, еще не просто так. Не, ну, по-моему, Сереже говорю. Вот так вот. Красавчика. Пойдем, уже у нас время. Он, наверное, нас уже ждет. Видите, там орут. Раз, два, левый. Там тренер звонит. Ага. Ждем. Да? Жду нами. Он нас обманул. Да. Не сказал, во сколько за ним приходить. Полтора часа. Там был бы в магазине, и еще за клубниками сходили. Да. Мы бежали, торопились, а он, оказывается, не выходит. Бандит? Так, ну что, приехали мы домой. Сейчас покажу. Купила еще. Ну, короче, акция, да, вот это. Три, один в подарок. Это я старшему купила. Сейчас померят. Ну, ему понравились. Он сказал, что понравились. Вот такие вот прикольные. И бате купили. Да, и бате купили. Такие прикольные сейчас померят. Я их там померила, а у нас с ним... Это я ему какой? Сороковой размер взяла. Вот. Но он мне чуть великоват, значит, должен подойти. На. Шнурочки я тебе завяжу потом. Да, вот дали вот такой вот. Это в подарок нам. А вот такие я взяла мужу. Вот такие. Ему тоже нужны были легенькие такие кроссовочки. Себе ничего не купила девочке. Представляете, какой кошмар. Пиццу купила. Пиццу купила. Да, мы еще купили пиццу. Зашли в этот перекресток. Вот такой лимф. Это как типа квас. Кстати, очень вкусный. Нам очень понравилось. Какой-то газированный слишком. Слишком газированный. Не знаю, мне понравилось. Вот. В общем, вот такие мужу. Сейчас давайте чек покажу. Еще у меня были там какие-то бонусы. Бонусы у меня были. Поэтому списали. Здесь вот какой-то купончик скидка 70%. Где-то цены у нас получается. Пакет 7 рублей. Подвеска какая-то в подарок. За 1 рубль, я так понимаю. Ну вот. Детское кольцо тоже за 1 рубль. И вот получается у нас 40-й размер. Это вот Лёве, который 1900. Это детские. Получается 1500. Что-то я ничего не понимаю по чеку. А мужу, который 2030 рублей. Короче, я заплатила 5 539. Да? А, ну все правильно. Я заплатила вот за эти и вот за эти. Ну как? Ну, мам. Подходит? Угу. Вот так вот. Так что, девочки, осталась я без кроссовок. Да зерно мне его уши ворвать. Я тебя знаю. Да, я иногда одеваю его обувь. А он... Не, он мою не одевает. Я его одеваю. Ну, только тапки. Тапки, да. Только уличные. Одевает. Ну, пройдись. Нормально? Угу. Нормально? Ну, ладно. Ну, я рада, что понравились. Подошли. Вот. Теперь осталось, что муж придет, померит. Вот. Это у меня младший сынок выбрал. Чтобы, видите, какая подошва. Ну, может, тоже там для прогулок, поездок каких-то. Нужно были такие легенькие. Кроссовочки. Да, вот они, получается. Нет, я не знаю, как они. Вот. Ну, в общем, прикупились. Еще в четыре лапы зашли. Сейчас тоже покажу, что купили. Так, и вот покупки четыре лапы. Кстати, поближе покажу подвесочку. Смотрите, какая прикольная. Там же у них ювелирные изделия тоже появились. И можно оплатить ювелирные изделия за бонусы спасибо. Мне там предлагали. В общем, у меня накопились бонусы спасибо. У меня серебряная цепочка там вообще за один рубль получается. Но я что-то решила отказаться. Потому что я обычно бонусы спасибо трачу на собак, девочки. Вот. Ну, будет вот такая подвесочка. Тоже прикольный ключик. Вот. Тем более, у меня цепочек много всяких. Короче, купила. Решила попробовать взять немножко вот таких пакетов. Но девушка-продавец сказала, что нравится. Это российское производство. Вот такие вот пакеты 24,90 они стоили. Вот. Всякие разные. Вот здесь вот набрала. Попробую, как мои. Не знаю, как они внутри. Посмотрим. И девчонкам своим взяла. Им очень понравились. Я тогда брала вот эти четвероногие гурманы. Они стоили 110 рублей по акции. Вот эта баночка. Они, конечно, видите, платье уном линейка. То есть, реально премиум. Но они внутри реально мясо и желе. Больше ничего нет. То есть, если брать состав, то они очень классные. Так. Ну, я буду вот эту баночку делить на двоих. Вот, видите, желудки индюшачьи, вода. Ну, уже считайте, желатин и соль. И все. Больше ничего нет. Поэтому я буду вот эту баночку делить на двоих. В общем, не знаю, можно смешивать, говорят. Ну, я не знаю. Ну, например, с той же гречей или с рисом. Не знаю. В общем, сердце, печень, желудочки индюшачьи. Вот такой рубец говяжий. Тоже все это очень полезно. Там колтыки какие-то, языки для собак. В общем, тут набрала так, что могла унести сердечки куриные. Желудочки индюшачьи. В общем, там разные-разные вкусы. Все они в одну стоимость были. 110 рублей. В принципе, для такого состава очень даже неплохо. Ну, и, конечно же, вот. Меня спрашивали по поводу клещей. Я же с Бонной гуляю везде. Ну, плюс джус у меня тут везде лазит. С джусом я тоже иногда вечерком хожу гулять. И что, чем я обрабатываю? Чаще всего я обрабатываю вот такой барс, покупаю. Вообще барс хороший, кстати, капля. Я не помню, девочки, сколько они стоили. Чек мне девушка не дала. Но она спросила, нужно распечатывать или нет. У них проблемы с этой, с кассовой лентой. Я сказала, ладно, не надо. Но в любом случае, вы можете зайти на сайт вот этот и посмотреть. И девушка сказала, что барс действительно хороший. Это для Джуси. Здесь одна пипетка. Это для Каспера. Здесь для Каспера и для Леофана. Я использую здесь две пипетки. Так, и такая же для Боны. Я обрабатываю животных. То есть, как получается, я мою собак. Ну и котов тоже. Не знаю, буду готов мыть или нет, девочки, не знаю. Мою и капаю. Здесь обычно четыре недели. То есть, отблохавшие восемь здесь четыре недели. То есть, сейчас май. И я обработаю в следующий раз в июне. Потом летом я не обрабатываю, потому что летом особо клещей нет. И потом обрабатываю опять сентябрь-октябрь. То есть, раз в месяц вот такими пипетками. И ни разу у меня Боно, тфу-тфу-тфу, ни разу не покусали клещи. Ни Боно, ни Джуси. Но у нас вообще здесь, где я живу, клещи есть, конечно же, но их не так много. Это если по лесу гулять. Я стараюсь вот в период, когда очень много клещей, по лесу не гулять. А вот это я купила Гунички, старушки. Вот такой вот он. У меня есть просто таблетки от всяких внутренних паразитов. Вот. И я всем остальным раздам таблетки, которые у меня еще остались. А Гунички, она мне... Ну, я не хочу ее. Ей 15 лет, там, 15-16, я уже не помню, девочки. Я не хочу ее мучить, поэтому я и просто... Здесь одна пипеточка. Да, одна пипетка. Просто вот такие. Это для тех, кому невозможно запихнуть ни суспензию, ни таблетки. Я очень советую вот такие. Вот эти, именно вот этой марки, они идут для тех, кто выходит на улицу. То есть, они такие более серьезные. И они не впитываются в кровь. То есть, подойдет очень для старичков. Это мне еще ветеринар говорила. Они просто остается... Вот это вот сам состав как бы под кожей. То есть, клещ не укусит. Вот это все не заведется. И плюс еще внутренние паразиты убивает. Вот это очень хорошее. Есть аналог. Это, по-моему, не российский, да? Это, по-моему, международные, видите, какие-то... Я не знаю, что это производство. А, произведено Россия. Вот. Но есть еще аналог подешевле. Он для тех, кто не выходит на улицу. Вот. Так что, девочки, вот показываю. Вот так называется. Это для тех, кто выходит на улицу. Вы просто капаете на холку. И нет ни внутренних паразитов, ни внешних. Не первый раз вот такое беру. Очень советую. Рекомендую прямо для тех, кому невозможно запихнуть таблетку. Касперу я запихну. Этим понятно. Тоже запихну. Бону так вообще у меня привыкшу. Что мама постоянно ест что-нибудь. Вот и все. А шейники от блох и клещей я не покупаю, потому что Бону начинает чесаться. У нее вот здесь вот вокруг шеи образовывается такой как налет. Такой на шерсти. И она начинает расчесывать. То есть видно какая-то, может, аллергия возникает или что. Не знаю. Ну, в общем, в общем, вот. Пипеточки вот эти рассчитаны по весу. Это для Бонны у меня. Это, да, для Джусика. У меня тут солнышко такое, наверное, отсвечивает. И, кстати, вот она, наша старушка вредная. Гунечка. Пришла ко мне. Вот она хорошая. Она меня не любит. Она больше чаще к мужу моему приходит. Ко мне редко. Это когда обычно что-то надо. Тем более я и скоро капельки закапываю. Так что вообще ужасная я хозяйка. Не, на самом деле она меня не любит. Очень редко ко мне приходит. Вот. А я сейчас еще получила свой заказ с Ламода. Я, на самом деле, совсем забыла, что ко мне должна приехать Ламода. Заказала, главное, уехала. Ничего себе так солнышко отсвечивает. Ничего, так хорошо тут. Я так люблю на фоне зелененького сидеть. Вот. Я, на самом деле, на Ламоде заказала несколько платьишков. Хотела их... Хотела себе купить такие, ну, спортивные такие, с капюшоном. Такие прикольные платья. Длинные, ну, знаете, чтобы даже можно было с собакой пойти погулять. Одел платье вот так вот на себя и пошел. Ну, что-то такое я хотела. Вот. В итоге мне не подошло. Мне не понравилось. Заказала там такое зеленое платье. Оно прикольное такое сидело. Оверсайз. Но такой цвет, знаете... Детской неожиданности, я бы сказала. Вот. Но зато я себе сготала вот такую сумочку. Девочки, огонь. Сумка Adidas. Вот такая она. На это давайте я уберу. Гонечка тут у меня сидит. Вот так вот. Вот с таким ремешком. Поясная сумка. Я обожаю в последнее время вот эти сумки. Я и вот так ношу, и на поясе ношу по-разному. Одеваю. Она, в общем... Короче, на фото она совершенно другая. Но она сделана из такого материала. Градиент. И там, если почитать отзывы, то там у каждого разные... Чуть-чуть еще потише. Сделай, пожалуйста, солнышко. Наверное, орет у него слишком. Вот. У каждого по-разному. У кого-то совсем розовая. У кого-то вот с такой полосочкой. У меня, видите, получается как радуга такая. Очень мне понравилась та, которая ко мне пришла. Можно, кстати, заказать две штучки и выбрать, посмотреть, какие придут по расцветке. Она сделана, видите, из такой как бы сеточки. И вот здесь вот такой пластик. Как пластиковая такая. Вот видно, да? Вот. С этой стороны вот так выглядит. И внутри идет, ну, просто кармашек. И еще вот такой вот маленький кармашек. На самом деле, я вот такие сумки беру... Ну, видите, просвечивает, да? Телефон, ключи. Даже когда, например, с собаками там иду гулять, мне сюда положить телефон, ключи. Ну, там документы, если что, от машины и все. Здесь еще такая... Зачем-то такая питка сделана. Вот такая вот непонятная. Вот. В общем, вот эта сумочка... Сейчас я вам скажу, сколько мне обошлась она. Мне часто очень говорят, что на Ламоде не надо заказывать, там все дорого. Смотря что вы покупаете. Я сейчас на Вальберес, кстати, заказала. Мне должно будет прийти. Я заказала кепку за 400 рублей. Посмотрим, что за кепка. Ну, в общем, нормально. В общем, вот эта сумочка... Ну, сумочка классная, согласитесь? Такая прям летняя-летняя. У меня есть... Сейчас я вам покажу еще. Вот эта сумка мне стоила 1900... Ровно. 1900 рублей. Ровно. Мне кажется, в нынешними ценами на Adidas вообще огонь. Там, кстати, есть бренды, так что, девочки, кто хотел что-то себе брендовое, обязательно посмотрите. И я заказала себе вот такую кепку. Девочки, вообще огонь. Это... Помните, я говорила, что когда я гуляю с собаками, если голова грязная, я одеваю шапку. Вот летом можно использовать кепку. Я себе заказала. У меня есть кроссовки чуть посветлее вот такого цвета. Сумка и кепка. Девочки, огонь, скажите. Вот. Но кепка прикольная. Кепка добротная. Вот эта марка. Вот такая вот. Как она называется? Она такая достаточно плотная. Но вот такие кепки, вот такие, ну, как бы, ну, а-ля брендовые, а-ля спортивные, да, они считаются. Они обычно долго служат. Вот у меня мальчишки, я им тоже покупаю. Не здесь не рвется. Потому что я их стираю в стиральной машинке, девочки. Вот так вот она выглядит внутри. Здесь регулируется. Ну, в общем, классно. Так, моя джуси там на кого-то лает. Вот. И кепка мне обошлась в 1400 рублей. Ровно. Вот. Так что супер. У меня никаких особых промо-кодов на ламоде нет. Девочки, на огонь будет вообще летом. И вот такого цвета у меня чуть посветлее. Чуть посветлее кроссовки. Вот есть вот такой вот цвет джинсики. Сумочку какую-нибудь, кофточку. Футболочку. И все. И огонь. И пошла. Не, кепка классная. Но вот придет с Вальварес мне кепка. Я обязательно сравню вот с этой. Но когда брендовые, вот Adidas, еще вот эти Капа и так далее, они вот, дети, у меня когда покупаю, они же вообще у меня быстро их пачкают. Вот с этой стороны у них быстро пачкаются, потому что они бегают, потеет голова, да. И я их стираю в стиральной машинке, ничего не рвется. Кепки как новые. Вот у меня есть у сына кепка Капа. Два года ей. И она как новая. У меня есть кепка белая Adidas. Ей года 4, если не больше. И она реально как новая. Поэтому, конечно, ну, в общем, посмотрим. В общем, огонь, девочки. Кому интересно, я ссылку оставлю. Вот на эту сумочку. Сумочка классная. Здесь, кажется, молния такая, как будто неровная. Нет, она ровная, просто так вот сделана. Вот. Вот так вот, в общем, огонь. Буду вот так уходить. Как красотка. Девочки. Так что у меня тоже покупки есть. Жалко, я только платье хотела. Хоть еще и зеленое платье, такое, насыщенного, такого зеленого цвета. Ну, что-то как-то нет. Не знаю. В общем, люблю Ла Мода за то, что она ко мне приезжает. И все можно... Все можно померить, посмотреть и выкупить, если что. Но вот цены, которые я заплатила, да, 1900 и 1400, я считаю, что очень хорошие цены. Ну, в плане того, что достаточно дешево, с учетом того, что это Адидас. Вот. Я, кстати, хотела и как-то говорила. Костюм себе такой спортивный от Адидас. На него цена упала. Но все равно он обойдется, там, курточка с брючками, 1700 где-то, в общем. Ну, в общем, ладно. Ладно, девочки. На сегодня я буду с вами уже прощаться. Тоже у меня влог получился такой с покупками вновь. У меня как-то по пятницам так получается, девочки. Вот. Скоро уже праздники. Но в праздники я вас поздравлю. В праздники заранее поздравлять не буду. Говорят, с такими праздниками нельзя заранее поздравлять. Вот. Так что на сегодня... А, еще хотела ответить на вопрос. Мне, когда я говорю там о Яндекс.Дзен и о группе ВКонтакте, мне сразу начинают писать, Наталья, не уходите с Ютуба. Я не ухожу никуда. Вот пока меня не выгонят, я никуда не уйду. Честное слово. Просто Яндекс.Дзен – это площадка, наверное, где... На всякий случай, да, если заблокируют, если еще что-то. Но судя по тому, что происходит, это вполне возможно, да. Может быть, вообще сам Ютуб останется, а, не знаю, российских блогеров заблокируют или еще что-нибудь. Ну, знаете, все может быть. Именно для этого я и создала площадку на Яндекс.Дзен. А ВКонтакте группа, она для меня, ну, некая замена Инстаграма. Хотя в Инстаграме я появлялась крайне редко, но ВКонтакте мне нравится. И я, ну, как бы с удовольствием, с удовольствием там хочу выкладывать какие-то фоточки, видео, меня прям вдохновляет. Поэтому я и говорю, что там как бы, вот. Ну, у кого нет ВК, Яндекс.Дзен. У кого нет Яндекс.Дзен и ВК, я не знаю тогда, что делать. Честное слово. Ну, появится, наверное, скоро, что делать. Вот, но Ютуб я также буду дублировать и коротенькие, наверное, и такие. Ну, в общем, все, короче, я дублирую. Да, у меня грузится дольше. То есть у меня, получается, вначале видео появляется на Яндекс.Дзен. Потом ВК я гружу. Туда быстро, туда буквально там 10-15 минут. И туда и туда видео уже загрузилось. И потом я ставлю чаще всего на ночь. И у меня грузится Ютуб. Хотя одно из видео, по-моему, предыдущее, оно у меня достаточно быстро загрузилось. Что-то там за 30 минут. Ну, то есть, видимо, по-разному. Как настроение. В общем, девочки. Кепка-огонь. Кепка-огонь. Надо еще Бонни такую же шлейку, знаете, и вообще будем. Мы с Тамарой ходим пар. Ой, ладно, девочки. Все. На сегодня буду прощаться. Там много наболтала. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok